здравствуйте друзья и подписчики моего канала в этом видео хотел разобрать такой вопрос какой способ регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока будет лучше вариант сшим управлением или управление через изменение величины напряжения то есть делать больше или меньше ну и вот допустим я собирал устройство себе где планировал использовать вот такой двигатель типа 775 который является малогабаритным электрическим двигателем постоянного тока у которого питание 24 вольта ну и заявленная мощность около 100 ватт то есть при своей мощности и при питании 24 вольта потребляемый ток может быть около 4 ампер но для такого двигателя мне понадобилась также регулировка скорости его вращения чтобы можно было от нуля до максимума регулировать его оборота и стал передо мной вопрос вот какой способ выбрать в своем магазине электронных компонентов были вот эти два модуля и модуль шим и обычный 10 10 преобразователь понижающий который может плавно понижать напряжение на своем выходе по цене не примерно были также одинаковые хотя даже понижающий модуль он стал немножко дешевле и после того как я разобрался в чем плюс а в чем минус от обоих способов то для меня стало очевидно что применение шим регулятора для моей задачи вот это самый лучший вариант ну и хотел своими знаниями также поделиться с вами у кого есть такая задача от регулировки оборотов движка чтобы он знал почему шим будет лучше обычного 10 10 преобразователя понижающего и так давайте вкратце разберем сам принцип действия работы и того и того модуля ну работа обычного 10 10 преобразователя сводится к тому что мы на вход подаем какое-то свое напряжение пусть вот допустим 24 вольта здесь происходит свои преобразования на относительно высокой частоте и когда мы крутим эту ручку то на выходе мы будем получать различное напряжение то есть допустим она от нуля плавно будет увеличиваться до своего максимума этих самых 24 вольта ну и также наоборот от максимума до минимума причем стоит заметить что у 10 10 преобразователей достаточно высокий кпд то есть коэффициент полезного действия и поэтому его применение намного выгоднее будет чем вот использование какого-нибудь линейного регулятора напряжения то есть эти модули мы просто делаем больше или меньше напряжения на выходе ну естественно величину этого напряжения мы пытаемся влиять на скорость вращения электродвигателя но здесь имеется значительный такой минус а дело в том что такой способ путем изменения напряжения будет эффективен только примерно на 50 процентов то есть от максимума от 100 процентов и до процентов 70 50 особой потери в мощности не будет а когда мы будем уже от 50 процентов и меньше пытаться регулировать это напряжение и скорость вращения то в этом диапазоне будет происходить резкое падение мощности крутящего момента электродвигателя если без нагрузки мы будем видеть что обороты все-таки становится меньше и когда мы будем пытаться нагрузить вал то двигатель просто уже будет не тянуть эту на русскую попросту останавливаться как бы маленькую скорость мы получили во при этом сам 2 или уже не способен выдать мощности чтобы этого на русскую на своих маленьких оборотах и чем меньше это напряжение подаваемое на двигатель тем все двигатель слабее слабее становится интуитивно в принципе можно понять почему так сам электродвигатель изначально рассчитывается под свою мощность, у него и обмотка и сами габариты рассчитаны как бы на свое напряжение и ток, при которых он обеспечивает полностью свои вот эти заявленные характеристики. Но когда мы напряжение подаем меньше, естественно все остается прежнее, и габариты, и сопротивление обмотки, и индуктивность, в общем все изначальные характеристики при этом меняются в минусовую сторону подаваемая мощность электрическая. Естественно самому двигателю приходится работать уже не в своем нормальном режиме, и он просто с своей задачей не справляется. Так что применение вот таких модулей, 10-10 преобразователя, который на электродвигатель подает больше или меньше напряжения, является в целом неэффективным, и его использование допустимо только вот, если нужно регулировать скорость от 100%, ну и где-то до P-сети. Но если все-таки нужен диапазон регулировки гораздо шире, и чтобы он был в принципе от 0 и до 100%, то естественно нужно использовать способ вот второй с применением ШИМ-модуля, то есть с помощью широтной импульсной модуляции. А суть этого способа заключается в следующем. Мы на вход допустим ШИМа подаем 5 вольт питания, с выхода же у нас выходят импульсы, ну как правило прямоугольной формы. И вот допустим этот ШИМ работает на частоте 13 кГц, ну как бы относительно высокая частота. И причем у нас имеется возможность менять ширину этого импульса. То есть когда у нас скважность равна 100%, и за один период ширина импульса также равна 100%, в итоге мы на выходе получаем непрерывное напряжение. Ну как только мы начинаем уменьшать скважность, и за один период мы как бы сокращаем ширину вот этого импульса. В этом случае мы на 50% сократили его. Половина импульса у нас 5 вольт, а вторая половина у нас как бы в нуле. То есть напряжения нет. Если эту электрическую мощность усреднить, то в итоге мы получим вот 50% мощности. Ну и напряжение естественно у нас будет в половину меньше, которое также усреднится. Ну здесь уже скважность у 25% и усредненное значение будет уже вот такое. Но здесь 75%, естественно и значение усредненное выше. Так что сам смысл заключается в том, что при относительно высокой частоте за один период мы можем просто менять вот количество электрической мощности, которую мы подаем на электродвигатель. В итоге она усредняется, но электродвигатель уже питается от этого самого усредненного напряжения. Чтобы лучше понять, почему двигателю так лучше, то можно привести вот такую аналогию с самим человеком. Например, вы утром встали, у вас произошло какое-то эмоциональное положительное событие. Вы споймали свой тонус. Ну и как бы на этой волне у вас начинает все быстро получаться. И сила появилась, и активность больше стала. И вам легче переключаться с одного дела на другое. Как бы в заведенном состоянии находитесь. Ну стоит, допустим, расслабиться, пойти на перерыв, покушать, на полчасика прилечь, отдохнуть. Как вот этот тонус, он просто теряется. Ну и после того, как вы после отдыха попытаетесь опять вот взяться за прежние дела, то вялости у вас гораздо больше будет. Прежний тонус уже был потерянный при таком расслаблении. Ну и условно говоря, импульсы и максимальное напряжение, которые подаются на относительно высокой частоте, не дают возможности электродвигателью как бы расслабиться слишком сильно. А вот эти небольшие промежутки, отсутствие напряжения, настолько малы, что двигатель не входит в такой слишком расслабленный режим. И при этом мы получаем возможность не терять вот в мощности особо. В итоге, изменяя ширину импульса, мы понижаем все-таки напряжение. Ну а в силу того, что электродвигатель имеет свою индуктивность, которая препятствует резкому изменению тока, плюс его еще механическая инерционность, которая также влияет на сглаживание этих импульсов. И в итоге на двигателе мы имеем максимальную мощность, при возможности все-таки регулировать его скорость вращения. Так что, думаю, в принципе, понятны те процессы, которые проходят в ШИМ-регуляторе при широтной импульсной модуляции. И что этот способ регулировки скорости вращения электродвигателя от постоянного тока является самым лучшим, самым эффективным по сравнению с 10С преобразователем понижающим. Либо же, допустим, какой-нибудь другой способ. Ну и в конце, что еще можно дополнить? Это то, что обязательно у вас должен быть как бы запас по мощности. Если, допустим, у меня двигатель, как я сказал, типа 775 и может потреблять ток до 4 А, то модуль ШИМа я взял с запасом по току. И именно этот модуль может выдержать ток до 10 А. Как бы практически запас в два раза больше на случай какой-нибудь перегрузки. Так что, если вы станете перед выбором, какой модуль выбирать, однозначно выбирайте ШИМ-регулятор. Ну а на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, ну и ждем новых видео. Всем всего хорошего. Пока.